Полиграфический цвет это отдельная тема. Здесь используется триада обратная RGB красному, зеленому и синему. Получается, что при работе со светом, то есть с лучами, используются цвета, которые воспринимает наш глаз, а при работе с цветом, то есть с пигментом, используются обратные цвета цветового круга, голубой, пурпурный и желтый. Подобно тому, как художники получают все цвета смешением трех основных, но все равно используют черную краску, потому что так выходит и лучше и дешевле, в полиграфии также основная триада дополняется четвертой черной краской. Здесь есть целых две убедительные причины. Во-первых, это дешевле, все-таки большинство отпечатков содержит преимущественно черный текст. Лить дорогостоящую, смешанную с трех цветов краску – это расточительно. Во-вторых, это технически проще. Печатные машины – устройства механические, всегда есть погрешность при водке. В итоге краски ложатся немного не туда, где это ожидается. Если мелкий текст печатать цветными красками, то он будет расплываться по контуру, а вдобавок при печати водными красками, как в струйных принтерах или офсетных печатных машинах, бумага будет промокать. При печати же лазерным способом краска, нанесенная толстым слоем, будет просто обсыпаться. Про черную краску еще и Генри Форд удачно заметил, что она и сохнет быстрее, и стоит меньше, и поэтому его первые автомобили были исключительно черного цвета. Это справедливо и сейчас. Черная краска и дешевле, и быстрее сохнет.